Ну что, пора поговорить немножко про ресурсы, а точнее про все виды ресурсов. Их в игре очень много, но вам Сильвана привет передает, если вы это слышите. Мы их разделим на 6 видов. Это вид номер 1. Ресурсы, которые добываются в открытых локациях с ящиков или с бочек. Второе. Это ресурсы, которые добываются с разборов предметов. Третье. Ресурсы, которые добываются в открытых локациях на миссиях с элиток в основном, если не только с элиток. Четвертое. Ресурсы, добываемые с форпостов и открывашек. Это где вы открываете аморфки, а форпосты это там, где вы их фармите. Пятое. Это ресурсы с данжей. И шестое. Ресурсы с саркофагов или ресурсы с тех же элиток, но в малом количестве. Я их буду называть саркофагов, потому что я не хочу вам советовать фармить их с обычных элиток. Потому что это себя не любить, скажем так. Вы на это потратите очень много времени и гораздо проще это сделать с саркофагов, к тому же еще там и койпер подфармить. Но прежде чем продолжим, конечно же расскажем вам о телеграм-канале по игре The First Descendant, где постятся различные билды, новости, мемасики, посты с реддита и, само собой, не обойтись и без покрасок. Ссылочка в описании, либо QR-код на экране. Итак, давайте начнем, наверное, с ресурсов, с ящиков, бочек. Тут, в принципе, нет ничего особого. Я вам буду на фоне там показывать места, где обычно я это собирал. Всего у нас локаций, если я правильно помню, 8. И на каждую локацию я вам покажу по одной, по две локации. По одной, по две подлокации. Из советов, что тут можно сказать? В принципе, ничего особенного. Единственное, что стоит учитывать, это надо взять компонент на зону эсива. Эсив — это тот самый скан, который вы активируете нажатием кнопки Tab. Если что, консольщики, простите, я на консоли не играю. Он подсвечивает вам бочки, но не подсвечивает ящики. Ящики необходимо разбить. Это оранжевые ящики. В них находится меньше ресурсов. Разбиваются там милишкой, обилкой какой-нибудь, пушкой, чем хотите. А бочки же открываются зажатием Е. С бочек фармить лучше, потому что там падает больше ресурсов. Ну и если по пути где-то у вас появился ящичек, то хорошо. Плюсы вот этого места на лесопилке, что если вы пойдете фармить саркофаги, то у вас один саркофаг вот здесь. Вот прям вот тут бывает. Еще один саркофаг вот здесь. Там и внутри пещеры. Почему покинутая зона с бочками и ящиками? Потому что вы здесь будете бегать, очень много фармить золота, открывашек. И по пути можете просто побегать, пооткрывать другие бочки, ящики, отвлекаясь от основной миссии периодически. Так что чисто из-за этого я советую именно эту зону. Вот это миссия. Вы здесь будете фармить очень много. И вот они бочки. Когда обновляете, можете заходить, лутать бочку. Пристанище примерно по той же причине. Вы также здесь будете бегать и лутать саркофаги. Поэтому здесь же по пути можно полутать и бочки. Там буквально сразу около телепорта было две бочки, если я правильно помню. Вот они две как раз. Он там еще есть. Саркофаги у нас отдельно будут, но если вдруг вы сейчас на этом моменте, так уж и быть. Здесь один, там второй, внутри третий. Вот, кстати, один из них. Площина, инкубатор, но нижний телепорт. Здесь в самом начале. Но тут очень мало, как по мне. И вот тут этот ящик еще есть. И вон по пути еще сразу есть. Как вариант, можно еще побегать на станции наблюдения. Там тоже полутаться. Я лутал здесь, тут ящик и уходил вон туда. Когда добегал от этого места, если бы рядом ничего не видел, просто тп шелся обратно. Забыл вам рассказать. Еще на погрузочной базе, если будете фармить саркофаги, здесь тоже огромное количество бочек и ящиков. Так что можно и тут тоже пролутаться. Но я просто раньше использовал буквально только вот это вот место. Мне этого хватало. Здесь фронтовая база, где саркофаги, тут же эмиссия на частице. Ну вот это вот место. Вот и саркофаг заодно. Крепость. Два варианта. Упавших ковчег, ледяная долина. В принципе, в основном, как раз таки по причине того, что в обеих местах у нас огромное количество саркофагов. Ну, удобные места спавных саркофагов. А тут бочек просто очень приятное количество. Вот сразу две. Вон там. И вот ящики еще сразу два. Потом переходим к разборкам. Ресурсы с разборок. Здесь можно поделить своего рода на две большие категории. Это высокий тир и маленький тир. Маленький тир — это ресурсы, которые вы получаете на обычной сложности. Высокий тир — это ресурсы, которые вы получаете с разборов предмета высокой сложности. То есть, грубо говоря, сотового уровня предмета. Маленький тир — это соленоид и ядро сверхпроводника. Они получаются у нас при разборе реакторов. Суперсплав и жидкий металл при разборе оружия. Организм из бездны при разборе компонентов. Высокий тир — это наносостав и квантовый кристалл при разборе реакторов. Мультикомпозитные и ствольные коробки — это при разборе оружия. Блоки управления — получается при разборе компонентов. В принципе, таргет на фармите я вижу смысл только расходники на оружие, потому что из них ровтятся видеокарты, а видеокарты нужны в большом количестве. Оружие лучше всего сейчас, как по мне, фармить в 400% на данжи, и там же заодно вам дается ресурс. Как по мне, самое лучшее место — это 400-ка лаборатория магистров, потому что бегается проще всего, быстрее всего. Ну, проще — это, я думаю, это чисто для меня, но быстрее всего лаборатория магистров. Варианта два — либо бегаете чуть-чуть мильнее и собираете все по пути, тогда вы лутаете больше ресурсов, либо вариант второй — бегаете быстро, лутаете только пушки и запчасти, которые выпадают непосредственно с элиток, и просто перезапускаете. Во втором варианте фармите больше аморфок, в первом варианте фармите немножко больше компонентов, которые получаются с разбора оружия. По поводу того, где фармить реакторы, по сути, это где угодно в ротациях, у вас с этим проблем не будет, потому что этот ресурс нам, если я правильно помню, нам нужен в малых количествах, и то же самое с компонентами — тоже в малых количествах. Ну, компоненты, я могу сказать, что четырехсотки или те же боссы, потому что когда вы будете фармить себе идеальные компоненты, у вас будет огромное количество разбора бессмысленных. Так, теперь, что касается ресурсов в открытых локациях. Ресурсы в открытых локациях пойдем мы... Я постараюсь пойти по списку, то есть у нас будут локации от самой нижней к самой верхней. Ну, как они по сюжету проходятся. Но я вам скажу совет. На нормале, на обычной сложности выпадает со стопроцентным шансом, на высокой сложности выпадает не со стопроцентным шансом. Но я бы предпочел фармить на высокой сложности, потому что на долгую дистанцию вы там будете выбивать больше. Если вам нужно мало, вы можете пойти на обычную сложность. Все, что я вам буду называть, все миссии я называю только высокой. Органический биогель. Локация Кингстон. Подлокация Большая площадь. Миссия слева. Кингстонский радар. Пробегается легко. В самом конце элитка. С нее лутаем необходимый ресурс. Все, альтернатив я не нашел. Альтернативы все либо медленные, либо муторные, либо там не стопроцентная элитка. Искусственный биометал. Если вы знакомы с этой локацией, знакомы с этим фармом, здесь можно пофармить очень хорошо открывашки. Это локация пустоши под локацией Камнепад. Место ожидаемой засады. Пробегается очень быстро. Обновлять тоже очень легко и быстро. Можно даже фармить вдвоем. Один запускает миссию, а второй зачищает ее. Нейронная сеть обработки, если я правильно помню. Зеленые мозги в простонародье. Сумеречья, лесопилка, правая часть, передовая база. Пробегается в районе минуты-минуты тридцати. Спавнится одна элитка в самом конце. Альтернативные варианты. Была оборона, если я правильно помню, в районе двух минут занимает. И там в конце спавнится одна элитка. Это на брошенном складе снабжения. С левой стороны захваченная база. Зашифрованная нейронная сеть. Красные мозги в простонародье. Лучше всего, как по мне, добываются у нас в топе хэха. Ну, это единственное место, где добываются красные мозги. Топе хэха, покинутая зона, миссия зона загрязнения. Кто фармит золото, кто фармит открывашки, я думаю, вы уже знакомы с этим местом. У вас огромное количество красных мозгов. Это место одно из лучших фармов по золоту и по открывашкам. Плюс в конце находятся две элитки, с которых также можно пофармить красные модули. Так что вне оспарения, самая лучшая миссия. У кого полным-полно золота, кто здесь сидел, у тех вообще нет проблем с красными мозгами. Положительная ионная частица. Пустыня Агна, подлокация пристанища бога. Миссия, командный пост, деактивация барьера. Активируем миссию, просто зачищаем мобов и в течение всей миссии у нас спавнится в районе трех элиток. Бегается, если я правильно помню, минута-полторы минуты примерно. Все зависит от вашей скорости убийства мобов. Продвинутая нейронная сеть. Ресурс, за которым охотится огромное количество игроков. Тут даже несколько мест фарма. И этот ресурс нужен нам больше всего, если я правильно помню, на катализаторы. Значит, три места. Два — это деактивация барьера. Первое место у нас вершины, нижняя часть, границы истины. Второе — это станция наблюдения, завеса Ордена. Обе миссии, похожие друг на друга, имеют примерно одно и то же время зачистки в районе минуты-полутора, также по три элитки. Но есть еще одно место, называется лестница, находится на погрузочной базе. Даже, кстати, четыре места. Самое интересное в конце, я забыл вам сказать еще про окрестности крепости. Оно было понерфлено. Там сейчас спавнится по четыре элитки. И вам понадобится в районе двух-двух с половиной минут примерно. Если что, если я вдруг где-то ошибаюсь, мы текстом на экране все показываем, сколько времени нам нужно на это убийство. Плюсы этого места, что там огромное количество мобов, и там можно параллельно еще поформить реакторы, если интересная ротация. И самое вкусное, как по мне, место, как для сольного игрока, так и для дуо, это миссия, если я правильно помню, внутренний двор крепости, она берется около лестницы. Вы берете миссию, поднимаетесь по лестнице, убиваете элитку, которая спавнится с задержкой там в районе 50 секунд, потом спускаетесь обратно, отменяете миссию, и так по кругу. Если вдвоем один активирует миссию, второй чистит эту элитку. Не забывайте периодически прибегать туда и лутать ресурсы. Я обычно бегал там раз в 5, в 6, кто-то бегает раз в 10, 12. Просто есть вероятность того, что ресурс может быть вывалится куда-нибудь за край, или пропадет из-за того, что вы очень много ресурсов здесь выбьете. Энси и Хелли подходят лучше всего, потому что у них нет проблем с боезапасом, но есть еще своего рода джейбер, про который вы мне рассказали, где вы используете аугмент на обновление турели, но там нужно джейбера заполярить. Если у вас есть, можете воспользоваться. Если нету, то в зависимости от того, что у вас уже из потомков в данный момент имеется, Энси и Хелли, по сути, билдов не требуют. Так что тут уже на ваш выбор. Анодированные ионные частицы, если я правильно ее назвал, это такой прям спорненький момент. Много кто встречался с этой проблемой. Я думаю... Два варианта. Первый больше подходит, наверное, для соло игроков, для ленивых игроков. Это треснувший монолит. Слева крупный пункт снабжения. Смысл в том, что там спаунится в районе двух-трех элиток за миссию, и с каждой может выпасть анодированная ионная частица. Но можно этот процесс ускорить, в особенности, если вы играете в группе, фронтовая база, широкополосный навигационный маяк. Тут тоже в районе трех элиток, если я правильно помню. И если вы играете активно и очень быстро убиваете мобов, то этот спот вам понравится больше. Если вы в пати, то безоговорочно именно этот спот, потому что здесь от скорости убийства будет зависеть скорость спам на этих самых элиток. Я предпочитаю фронтовую базу. Составная ионная частица. Я думаю, это уже ни для кого не секрет. Здесь в основном фигурирует только одна миссия. Это крепость, ледяная долина. Тоже та же деактивация барьера, командный ретранслятор. Единственное, что хочется заметить про это место. Вот, кстати, то, что у меня мигает, не обращать внимания, потому что я просто первую попавшуюся миссию тыкнул. Значит, что касается командного ретранслятора. Там есть спавн элитки 1-й, там есть спавн элитки 2-й и есть спавн командира. С командира ионная частица не падает. Падает только с 1-й и со 2-й элитки. В зависимости от того, как быстро вы чистите эту миссию, вы либо отменяете после 1-й элитки, либо отменяете после 2-й. Если хотите поформить реакторы с этой же миссии, если хорошая ротация, я бы советовал отменять после 2-й. Если нет, если успеваете плохо, то отменяете после 1-й. Как-то так. Там просто минус в том, что перед появлением 2-й элитки приходится бегать по внешнему большому кругу. А перед появлением 1-й элитки достаточно бегать по кругу, который прям, ну, назовем его маленький, около возвышенности самой высокой точки. Я предпочитаю и тот, и тот вариант в зависимости от ротации реакторов. Ротация хорошая, я бегаю до 2-й. Ротация плохая, я бегаю до 1-й. Это все, что касается миссий открытых локаций. Теперь мы переходим к ресурсам, которые выпадают либо с форпостов, либо с открывашек. Они также будут формиться у нас на высокой сложности, потому что с высокой сложности на долгую дистанцию, еще раз говорю, у нас получается больше ресурсов. Но если вам нужно мало, можете поформить на обычной сложности. Низкоуглеродный активатор. Это значит, что у нас кингстон. И вот тут мы будем применять стратегию абуза, так сказать, открывашек. Если вы давно играете, то я думаю, вы застали этот момент, когда для активации особого реактора слияния были необходимы осколки. Сейчас осколки необходимы только для того, чтобы открыть непосредственно аморфный материал. Мы просто приходим, активируем, спавнится одна элитка здесь, потом спавнится вторая, не забираем наш аморфный материал, не открываем его. И заново запускаем. Итак, по кругу. Две элитки, очень быстро фармится, никаких проблем не вижу. Дальше идет плазменный аккумулятор. Это склад, особый реактор слияния бездны в пустошах, правая сторона мини-локации. Там две элитки. Точно так же приходим, активируем, убиваем, перезапускаем. Неорганический биогель. Здесь минус этого ресурса, потому что на всех заставах этой локации у нас спавнятся командиры. С командиров этот ресурс не падает. Поэтому нам здесь необходимо фармить только фарпосты. Фарпосты — это места, где мы получаем аморфные материалы. И если мы делаем это под невидимостью, мы также дополнительно получаем шанс на альтернативный аморфный материал. И бонусом стабилизатор формы также нам может выпасть. Проблема в том, что есть перезарядка КД на эти фарпосты в районе минуты. Так что будете выносить меньше, но зато спокойненько. Заодно еще и аморфки пофармите. Потом у нас идет макромолекулярный биогель. Он у нас также падает только с фарпостов. Тут на ваше усмотрение. Либо левый фарпост, либо центральный верхний фарпост. Как хотите. В зависимости от того, если вам нужны какие-либо аморфки, то выбирайте одно из мест. Разницы я не вижу. Синтезированный искусственный биометалл. Я правильно, надеюсь, вспомнил? Здесь очень хорошее место в самом верху. Локация под локацией хранилища. Если я правильно помню, здесь спавнится аж 4 элитки. И абсолютно с каждым можно полутать нам необходимый ресурс. Кристаллический биогель. Локация только одна. Вершины. Здесь 2 элитки. Также запускаем. Убиваем обеих элиток. Перезапускаем. Это единственное место, где у нас в лочении белых ночей с активатора падает необходимый нам ресурс. Специализированный биометалл. А, вспомнил. 4 элитки. Нижняя под локацией отземная база. Запускаем. Убиваем. Собираем. Либо 4, либо 3. Вот тут могу путать. Потому что на первом спаме я не помню, сколько там МПСшников. Либо 1 плюс 2, либо 2 плюс 2. Но на видосе, я думаю, будет видно. И у нас последний ресурс. Деформированный биометалл. Здесь, к сожалению, у нас активашки не получится использовать. Нам придется также фармить форпосты. Да, либо левый, либо правильный. А на центральном у нас командир, который не дает нам этого ресурса. Так что, левый, правый в вашем распоряжении. Самое главное помнить, что нам необходима элитка, которая в конце. Этой самой взлома форпоста. Респавниться. Давайте, наверное, сладко оставим напоследок. Это ресурсы с подземелья. Мы перейдем к саркофагам. Основной совет, когда вы ищете саркофаги. Вы побегали, не услышали звука. Если что, можете перемещаться в другую локацию. То есть, я вам буду называть по две локации. Можете между ними прыгать и искать эти саркофаги. Нашли, открыли один, максимум два на локе. Перепрыгнули на соседнюю локацию. Не нашли, просто перепрыгнули на соседнюю. В Кингстоне у нас саркофагов нет. Поэтому Кингстон у нас пропускается. У нас идет отрицательная ионная частица. Отрицательная ионная частица. Я предпочитаю на засекреченной базе. Кто смотрел видосик по саркофагам, уже в курсе. Единственное, что вам понадобится, это на третьем компоненте увеличение зоны сканирования. И в идеале энце, потому что он упрощает это открытие саркофагов. И к тому же увеличивает количество ресурсов, выпадаемых с них. По поводу открывашек мы уже говорили. Это два места. Одно на камнепаде фармить. Второе место у нас фармить в топе эхо засада. Ну, отмотайте назад, где я говорил про фармы ресурсов с элиток. Значит, проводящая металл фольга. Это ресурс, который нам нужен в огромном количестве. Потому что он идет либо на активатор, либо на катализатор. Я предпочитаю здесь две локации. Это первая развалины и вторая лесопилка. В лесопилке эта спавница у нас два саркофага вот здесь. Я предпочитаю бегать в районе до воды, примерно до вот этого вот места. И потом, если у нас не сработал характерный звук, то я бегу в обратную сторону. Есть развалившиеся здания около них. И также в пещере тоже может быть два саркофага. Я почему эти места называю? Потому что фольгу фармил в огромном количестве. Поэтому я просто могу знать эти места. Развалины может у амфитеатра заспавниться. Поэтому пробегаем примерно вот до этого места. В зависимости от того, какой у вас компонент. Потому что зона бывает различная. Если зона большая, то примерно до этого места хватает сканера. И также здесь где-то тоже до середины добегаем. Вот этой локации также сканируем. Потом у нас идет термофольга. С термофольгой я вам, к сожалению, здесь не подскажу. Потому что она мне нужна была в маленьких количествах. Можете просто побегать, как мне кажется, торфяное болото посканировать. И посканировать обитель древних, потому что они большие локации. Также еще туманный лес тоже довольно-таки приятный тем, что у нас маленькая локация. И мы можем, по сути, выйти на самую середину. И просто быстренько все засканить. Нам должно хватать зоны. Ткани со смешанной энергией. Пустыня Агна. Я предпочитаю две локации. Первая это пристанище бога с левой телепорт. Мы буквально сразу сканируем при спавне. И вот один маленький момент нужно уточнить. Что бывает такое, что саркофаги не с самого начала появляются. Они могут появиться задержкой 15-20 секунд. Так что, когда вы телепортировались, вы просканили, вы достаете до обоих мест. До трех, до четырех даже. Потому что у нас сразу слева от телепорта там три спавна. И у нас еще один спавн на, как это сказать, на обвале, на каньоне, рядом с обрывом. И второе место это багряная пустошь. У нас идет яма и около большой горы, вокруг нее, скажем так. Есть еще одно место подальше. Тоже в расщелине. Можно туда же забежать. Но вы много времени будете тратить для того, чтобы добежать до места, откуда вы будете доставать своим сканерам. Так что тут уже на ваше усмотрение. Ну, просто две локации. Вот эти. Багряная пустошь и пристанище бога. Охлаждающая металлическая фольга. Здесь я предпочитал бегать на погрузочной базе. Буквально по всей локации пробегался. Брал либо верхний левый, и тут недавно появился верхний правый телепорт. Локация маленькая. Так что удобно быстренько просканить. Инкубатор я бы не стал советовать, потому что там очень много различных уровней, где у нас может находиться саркофаг. Так что погрузочная база в вашем распоряжении. Ткани с высокой концентрацией. Агиус. Вот я с этим местом перепутал. Я здесь предпочитал бегать на фронтовой базе. Тут заодно можно поформить и те же бочечки, и те же ящички, и довольно-таки удобные места спавна. Они сразу видны. Ну, они в свободном доступе, скажем так. К ним просто надо привыкнуть, потому что какое-то место, если я правильно помню, было в разрушенном здании. Надо будет дырку найти и прыгнуть к нему. Ткани с чистой энергией. Крепость. У нас ледяная долина. Нижний левый телепорт. Я буквально пробегал где-то примерно до серединки. Там будут кадры показываться. И использовал сканер. Другие все места мне что-то не шибко нравились, мне не шибко заходили. Но, в принципе, если у вас есть какое-нибудь интересное... А, упавший ковчег. Вот я сам себя уже сейчас поправил. Упавший ковчег. Здесь тоже огромное количество ящиков. И саркофаги я находил, по-моему, в двух-трех местах. Теперь, что касается данжей. Первый ресурс. Это у нас теплоизолирующая металлическая фольга. Лучше всего фармить в лаборатории магистров. Тут буквально в первой комнате есть одна элитка. Единственное, что вам совет. Если вы бегаете в пати, то, скорее всего, вы не будете убивать эту элитку. Потому что она почему-то диспавнится. То есть исчезает на моменте перехода. Поэтому я вам советую сюда бегать соло. И даже я бегаю закрывать до конца эту миссию, этот данж. Потому что здесь лучше всего фармить аморфки на те же чертежи катализаторов и чертежи активаторов. Элитка спавнится на левой стороне, на подъеме. После того, как вы зачистите всех маленьких мобов. Вот и она. К сожалению, я не успел вам показать. Надеюсь, хотя бы фольга выпадет. А, да, фольга у нас 100% уже падает в данжах, точно. Все. Кани смутной энергии. Падают в пустошах. Данж в идеале. Вот здесь вот наоборот лучше пробегать в пати. Потому что в пати у вас может заспавниться две элитки. Почему-то в соло там спавнится только одна элитка. Добегаем до балкона. Забираем. И если в пати пробегаем данж до конца. Если в соло отменяем, перезапускаем. Данж. Неизвестная лаборатория. Что касается сумеречья. Ресурса. Обычный углеродный активатор. В принципе, можно бегать хард. Данж закрывается быстро, если вам нужны аморфки. Если вам нужно туннельно только ресурс, то бегайте нормал. Там буквально в первой комнате появляется нужная вам элитка. Я вам покажу хард. Единственный минус убежища на харде, что на первом этапе вам нужно будет закрывать почту. Это муторно, но зато сам данж можно пробежать. Опять-таки, если нужен чистый ресурс, проще сходить на обычную сложность. Быстренько сформить элитку в первой комнате. Вот в этой. Она буквально в конце спавнится. Этой комнаты. И все. И зайти на перезаход. Также не забывайте, что если прокуют 400% данжи, можно и в 400% данжах поформить. Единственное, что надо учитывать, что в 400% данжах ресурсов по количеству падает меньше. Это минус. Я не знаю, почему разработчики так сделали. Может быть, решили ограничить таким образом нам фарм. Но будем ждать. Может быть, потом это исправят. А пока вот так. Комната на харде, которая нас интересует, где элитка. Вот это вот. И, в принципе, здесь до босса уже не так далеко. Можно добежать. На ваше усмотрение. Но если пойдете хард, то по-любому добегайте. Потому что ради этого вы сюда и пришли. Сложный углеродный активатор. Теперь нас интересует топи эхо, часовня на высоком уровне сложности. Бежим до барьеров. Забыл. Кстати, вот здесь вот так же элитка спавнится у нас. С задержкой небольшой, но спавнится. Можно, в принципе, и до нее даже побегать, если вам чисто ресурсы нужен один. Просто большинство игроков убегает и не замечают эту элитку. А, понял мой косяк. Они, видимо, что-то переделали. Элитка уже спавнится без задержки наверху. Может быть, в пати на троих, на четверых она с задержкой спавнится? Но я помню, что мы прям выжидали здесь время. Барьер, из-за которого мы сюда бежали. Первая элитка. Будет еще. Вот вторая уже. И вроде бы их было три, если я правильно помню. Вот и третья. Опять-таки, на пати и на соло это может различаться. Поэтому то, что я вам показываю, если вдруг я знаю что-то про пати, я уточняю, как было с тканями. Дальше у нас аккумулятор энергии распада. Здесь в пристанище, значит, два варианта. Либо пойти на нормальную сложность, убить элитку побыстрее. Либо пойти на высокую сложность и пробежать весь данж. Потому что в пристанище у нас в конце огромное количество мобов. Так что, как вариант, вы можете пойти туда и в конце полутать огромное количество пушек с этих мобов. Я сейчас покажу вам обычную сложность. На высоком уровне сложности там пробегается в районе четырех, по-моему, минут, или трех с половиной примерно. Если я правильно помню. Замеры у нас были, когда мы прокачивали здесь. Мы также этот данж рассматривали как прокачку. Обычная сложность. Вот ресурс. Элитка была здесь. Дальше у нас идет составной углеродный активатор в лощине. Нас интересует данж «Предел тайны» на высокой сложности. Раньше здесь спамны были другие. Сейчас конкретно нас ждет только одна элитка в конце одной из комнат. В конце этой комнаты у нас будет элитка, с которой как раз-таки падает ресурс. Да, это ресурс один из самых проблематичных. Есть такое, да. В принципе, здесь уже недалеко до у нас этого. Вот у нас элитка. В прошлый раз она у меня в другой части стояла, если что. В принципе, здесь можно уже как бы и до босса добежать. Но тут на ваше усмотрение. Большую половину данжа мы прошли. Дальше у нас идет аккумулятор горячей плазмы в Агиосе. Я думаю, это уже ни для кого не секрет. Это один из самых популярных данжей. И этого аккумулятора нужно в огромном количестве. Нам надо просто добежать до комнаты, где раньше были шарики. Люди не выполняли миссию. А сейчас там ускорили это место. И просто можно спокойно лутаться, убивая сразу все подряд. Загадка древности Агиос. Хард. Высокая сложность. Вот комната. Ее закрываем и собираем все ресурсы. Первая элитка. Вторая элитка. Ну тут, по-моему, третья, если я правильно помню, должна быть. По крайней мере, так было рейндж. Нет. Вот третья элитка. И четвертая. Пятая. Все. На перезапуск. У нас, по-моему, осталось только одно место крепости, если я правильно помню. Сбалансированный плазменный аккумулятор. Нас интересует карантинная зона. На высокой сложности у нас меньше, дальше. А на обычной сложности у нас есть возможность закрыть сразу с двух элиток. На высокой сложности, почему я могу посоветовать, также можете дополнительно пофармить аморфки. Если нужен просто ресурс, то обычную сложность. Единственное, что на обычной сложности до второй элитки вам придется потратить прилично времени. А на высокой сложности как раз в том месте и спавнится элитка. На обычной сложности мы добегаем до этой консольки, возвращаемся обратно, там будет первая элитка. Я ее, к сожалению, не увидел, но ресурс там был. На высоком же уровне сложности вам придется добежать вот до следующей комнаты, где на обычной уже вторая, а на высокая только первая. И единственная. Но зато на высокая, после этой комнаты вам немного понадобится времени, для того, чтобы просто уже закрыть данж и полдать своей аморфки. Нет, кстати, элитки нет. А, нет, есть, все, нормально, ее перенесли чуть-чуть подальше. В теории можно и закрыть нормалку, потому что здесь чуть-чуть, но это уже также на ваше усмотрение. Вот, в принципе, и все. Про все ресурсы рассказал. По поводу отмены я вам еще раз совет даю. Если вы собираетесь фармить через отмену, то бегайте лучше в соло, потому что в пати вы просто, так как систему не вели замены игроков, не ломайте игру другим, не портите игру другим, так сказать. Вам спасибо большущее за просмотр. Увидимся уже в следующем ролике. Все наши соцсети у вас на экране. И, само собой, не забывайте заходить на трансляции, на твиче. Если вдруг какие-то вопросы, вперед туда, в режиме онлайн, отвечаем на них. На этом все. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok